Ну и накануне Паралимпийских игр в Подмосковной Истре прошли открытые соревнования по спортивному туризму среди воспитанников коррекционных школ. Лучшие станут участниками экспедиции на Северный полюс. Павел Мельник подробнее. Нет вторых таких соревнований, где к спортсменам относились бы столь же внимательно, с заботой первенства по спортивному туризму на дистанции ученики коррекционных школ. Ребят, примите, у него шнурок разглядывался, примите его, примите, помогите. Стараются организаторы, не подвела и погода. В Подмосковной Истре сегодня тепло и ясно. Уже шесть лет подряд для детей с задержками в развитии это самое главное событие весны. Эстафета с преодолением препятствий, во время которой все проблемы как-то сами собой отходят на второй план. Ребята переправляются по бревну, используя перильную веревку для страховки. Например, в экспедиции это может быть переправа через полынью по саням, а веревка также будет закреплена, значит, где-то на торосах. Сражаются не за баллы и тем не менее секундомер главного судьи все фиксирует. В лидерах команда из Башкортостана. В спортивном ориентировании они который год лучшие по стране. К любым стартам относимся очень серьезно. И в республике мы всегда принимаем активное участие. И куда нас позовут, куда отправят, мы всегда только за. Не отказываются от эстафеты и дети с самым тяжелым недугом. Школьники с целебральным параличом сражаются за победу изо всех сил, а где сил не хватает, помогают судей. Давай, 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 ногами упирайся в землю. Путешественник со стажем Матвей Шпаро высматривает лучших, которые отправятся вместе с ним в экспедицию на Северный полюс. Команде предстоит преодолеть сотню километров по Арктике от дрейфующей станции Борнео до географической точки Северного полюса. Кандидата выбирают со всей ответственностью. Путешествие на Северный полюс по-прежнему остается таким же сложным и трудным, как это было 100-150 лет назад. Белые медведи никуда не делись. Мороз, значит, здесь в Москве одна температура, но в Арктике на самом деле по-прежнему минус 30, минус 40. Полуния, они по-прежнему существуют, их надо преодолевать. На кону еще и кубок мэра Москвы, большой, золотой. Впрочем, участники из разных уголков страны, а это без малого две сотни детей, сюда, в Подмосковье, съезжаются едва ли за наградой. Ощущение, что ты не один, порой оно лечит лучше, чем таблетки. Павел Мельник, Дмитрий Малышев и Валерий Глушаков. Вести.